Добрый день, дорогие друзья, Чайник здесь, и сегодня у нас распаковка, да еще и в такой прекрасной коробочке. Итак, это клавиатура Leobog Hi-75, и мне безумно интересно, что там внутри. Давайте же ее распакуем. Итак, встречает нас брошюрочка, которая рассказывает, видимо, что-то на китайском. Я не совсем понимаю, но в общем, layout выглядит следующим образом. И теперь поехали к самой клавиатуре. Так, снаружи нас встречал космонавтик, а где же внутри космонавтик? Так, это опять же мануальчик, его мы откладываем в сторону. Ну, тут у нас наклеечки для клавиатуры. Странно. Так, да, пластиковый, что стоит, внимание, да, пластиковый этот кожух от пыли. То есть вы можете надевать его, когда вы уходите куда-то, и клавиатура не будет пылиться. Итак, она, я хочу вам сказать, увесистая. Прям, блин, килограмма два. Ну, то есть как будто я держу клавиатуру тысяч за 30-40. О, какова красота. Так, секундочку. Одну секундочку отложим в сторону, тут что-то просто еще есть. Давайте сразу и уберем коробочку. Что у нас здесь? А здесь у нас кабель, причем витой кабель. Ох, два запасных свитчика. Так, ну это должны быть тактильные свитчи, кстати. Вот такие вот интересненькие. Это кастомные свитчи от Leobog. Не знаю, в коллаборации с кем именно, но тем не менее. Сама клавиатура проводная, тяжелая, металлическая. То есть все это, это алюминий. Сзади она тоже алюминиевая. Кстати, интересно, почему они не положили вот эти вот для изменения высоты ножки. Немножечко не, как сказать, не по центру наклеенный стикер, но я думаю, тут предполагается то, что вы его спокойненько можете убрать без каких-либо проблем. И у вас будет очень эстетический вид клавиатуры сзади. Ну я так предполагаю. Надеюсь, что так оно и есть. Да, он прозрачненький, убирается очень хорошо. И, собственно, да, мы его сразу убираем. Вот так вот она выглядит. Сзади планетка. Ну вот правда, если мне бы не сказали, что это прям вот, как сказать, не какой-то кит клавиатуры, то есть это какая-то масс-маркет клавиатуры, то я бы не совсем, наверное, поверил бы даже в это, потому что ничего в ней не выдает ее массовость. Ну, наверное, возможно, кроме вот логотипа компании. На мой взгляд, компания делает очень прикольные штуки, интересные. Причем, блин. Не, ну вы только послушайте. Простите, конечно. Вы слышите это? О, господи. Это мега. Мега-сатисфаинг, так сказать. Марин, иди поэту, покрути. Марин, скорее. Я должен с тобой этим поделиться. Марин, покрути. О-о-о. Кай. Ага. Вот так нравится. Итак, сразу тайпинг. Офигеть. Не-не-не-не, послушайте. Она звучит просто офигенно из коробки. О, этот звук. Вот, блин. Просто прекрасно. Я серьезно. Это и сейчас не поддельные эмоции. Я правда в восторге. Так, теперь давайте стабы. Стабы. Ну, немножечко их смазать надо. Мне критично. Господи, этот энтер. Я безумно сильно удивлен. Я не ожидал такого от масс-маркета. Серьезно. Я не понимаю, как бы, как это, как это возможно, как возможно, такой звук вставить в клавиатуру, сколько она там, ну, 7, по-моему, тысяч она стоит. То есть, понимаете, она стоит от 7 до 8 тысяч, там, немножко варьируется от, в зависимости от курса доллара. Но у нее безумно приятные кейкапы. Причем дабл-шот, PBT, очень гладенькие и приятные. Смотрите, насколько они толстые. Приятная расцветка, она белая, офигенная, просто крутилочка и просто нереальный звук. И смотрите, флекс, какой флекс у платы. Да блин. Если мне нужно будет порекомендовать кому-то клавиатуру, ну, просто вот, типа, вот, Out of Nowhere, я порекомендую ее именно на этих свечах, именно на эту клавиатуру, ну, потому что, ну, блин, за 7 тысяч такой звук, такие тактильные ощущения, крутилочка и софт, опять же, от Leobock, я напоминаю, он очень похож на VEA. Да блин, да, вот это офигенная клавиатура. У меня нет слов. Я, правда, я сейчас не наигранно. Я вот серьезно говорю. Прям вот без шуток. Я очень удивлен качеством этой клавиатуры. Нет слов. Нет слов. Одни эмоции. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я еще сделаю несколько видео про эту клавиатуру, скорее всего. Будет, естественно, полноценный обзор. Клавиатура, но я в шоке. То есть, тут только чуть-чуть доработают стабилизаторы, и все, эта клавиатура, буквально клавиатура вашей мечты. Ну, если бы мне такую клавиатуру подогнали, там, ну, сказали бы, вот тебе первая клавиатура, 7 тысяч, бери, не пожалеешь. Я бы не поверил, а потом, когда бы купил, офигел бы. Собственно, как сейчас, и офигеваю. Лябок, красавчики. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставьте комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там много чего интересного, новости, вот это вот все. Тут сейчас QR-кодик где-то высветится. В описании есть дополнительная ссылочка. И ссылочка на покупку данной красавицы тоже будет в описании. Вот. Всем пока.